Здравствуйте, это Влад и новый авторский рассказ моего канала «Так не бывает». Вот уже третий день Катя была одновременно и немного растерянной и радостной. Она узнала о том, что у неё будет ребёнок. Это стало однозначно радостным известием. Пугаться или расстраиваться не было причин. Она взрослая, совершеннолетняя, к тому же уже почти замужняя женщина. Почти. Потому что не успели они с Пашкой пожениться. Не то что не успели, а просто не считали это необходимым, да и денег не было на свадьбу. А просто так сходить в ЗАГС и расписаться. Зачем? Решили пожить пока так называемым гражданским браком. Ничем, по их мнению, не отличающимся от официального. «Не волнуйся, вот поживём, денег заработаем и будем себе устраивать такие праздники хоть по десять раз в году», — говорил Павел. И Катя была с ним вполне согласна. Первое дело, они ведь оба не местные были, то есть не из этого города. Паша вообще из села, находящегося довольно далеко отсюда, а приехал несколько лет назад. Катя перебралась из другого города, то есть городка, маленького, провинциального, но, в общем, не сказать, что плохого. Жила бы и там, что такого, да с родителями отношения не очень, то есть с матерью. Отца-то у неё с трёх лет не было. А вот когда Кате тринадцать исполнилось, то появился отчим. Человек, в общем, не сказать, чтобы плохой, но ведь чужой же. И это было тоже не так плохо. Он её не трогает, она его. Существует в одной квартире, а как в разных вселенных. Так мать сразу ему сына родила, Славика, а через два года ещё и двойню, мальчика и девочку. А в няньке кого позовёшь? Катьку? Матери кто будет помогать? Вот и началось. В самые-то лучшие годы, пятнадцать-шестнадцать лет, вместо танцев, тусовок, свиданий и прочих радостей жизни было... Катька, сделай, постирай, вымой, принеси, погуляй с ребятами. Вместо спасибо мать ей кричала. Ничего, не надломишься. Зачем же ты их рожала, если тебе трудно? Глотала слёзы Катя. Тебя спросить забыла. У нас в роду все такие, двойнями рожают. Вот ты замуж выйдешь, тоже двойню родишь. Кому за помощью обратишься? Ко мне, к мамке. Так я, может, всего через пять лет рожу. Эти ещё маленькими будут. А может, ты ещё кого-нибудь родишь? В общем, понятно, почему Катя сбежала из родного дома, едва окончив школу. Сказать, что мать этим недовольна была, ничего не сказать. Но и оставаться там было свыше сил. И как накаркала сама себе. Пять лет назад уехала из дома, а теперь сама скоро родит. Если бы осталась, то ни о какой личной жизни и речи бы не было. А теперь у неё и муж есть, и ребёнок будет. Правда, квартиры у них с Пашкой нет, само собой. Он, пока Катю не встретил, жил в общаге, а она, как приехала, сняла квартирку с подружкой на двоих. С Пашкой сошлись, сняли однушку. У них всё вроде серьёзно было, несмотря на то, что не расписались ещё. Сразу решили съехаться, сразу начали говорить о своём будущем, строить планы. Главное, конечно, собственная квартира. Обзавестись таким счастьем одним способом можно, взять ипотеку. Для этого первый взнос необходим. Надеяться им не на кого, значит, надо самим накопить. Паша работал, зарабатывал неплохо. Но в какой-то момент сказал, что работать лучше вахтами. Во-первых, там за три месяца заработаешь больше, чем здесь за полгода. Во-вторых, приехав, он тоже сидеть сложа руки не собирается, тоже будет работать. Катя, услышав о таком, не то что стала протестовать, но взгрустнула. А потом и расплакалась. Года вместе не прожили, а он уже уезжает. «Ну как я тут одна-то буду? Что буду делать?» – схлипывала она. «Как что, ждать? Мы же квартиру хотим, ведь так? А сидя на мягком месте на неё не заработаешь. Ну и сама подумай, выгода со всех сторон. Ты останешься одна, сможешь побольше работать, ну, то есть побольше заработаешь. Меня не будет, значит, и электричество меньше жечь будешь. И воды тратить, и готовить опять же. То есть отложишь гораздо больше денег. А тут я ещё приеду, добавлю. Таким образом, за три месяца мы, может, на целый год приблизим покупку жилья. Разве не так? Так, наверное». «Ну вот, а ты сразу в слёзы. Будто я на три года исчезаю. Три месяца – ерунда. Пролетят и не заметишь». Один раз уже пролетели эти месяцы разлуки. И действительно, денег накопилось больше, чем когда они жили дома вдвоём. Побыл Паша дома всего месяц. Засобирался снова. «Катюш, надо ехать, пока зовут. А то, знаешь, всякое бывает. Да и вообще, один раз откажешься и всё. Потом уже бесполезно будет проситься». «Да, конечно, поезжай. Только пообещай, когда у нас будет своя квартира, ты уже никуда не будешь уезжать. Будешь дома жить». «Гарантирую», – весело пообещал жених. Катя улыбнулась в ответ, но на сердце кошки скребли. Как-то весело он уезжал в этот раз, безо всякой грусти. Может, просто хотел её подбодрить, а может и правда не очень-то огорчался. А она так даже очень. Но волю слезам дала только после того, как проводила его. А через неделю узнала о беременности. Хотела сразу же мужу позвонить, поделиться этой радостью. Но передумала. Он же только уехал. У него там работа. Вдруг сорвётся и вернётся. А теперь-то деньги ещё больше нужны. Ладно, вот вернётся через положенные три месяца и всё узнает. Она к тому времени на УЗИ успеет сходить, будет знать, кого они ждут – мальчика или девочку. Была у неё правда и причина для беспокойства. Катя работала в ресторане официанткой. Понятно, что до декретного в такой должности не прослужишь. А по-хорошему, надо было бы уже сейчас рассказать об этом начальству и попросить другую работу. Не такую, чтобы весь день на ногах да с подносом, который может быть и довольно тяжёлым. Мало ли всяких работ в ресторане. Хотя бы на кассе. Или на кухне, что полегче поделать. Но проблема была как раз в том, что своё положение необходимо было скрывать до последней возможности. Не любила начальство беременных. Шеф, принимая её на работу, сразу сказал. «Замужем неофициально? Рожать когда собираешься?» «Не знаю. Но не скоро ещё, наверное. То есть, пока не собираюсь». Растерялась, покраснела от этого вопроса девушка. «Хорошо. Потому что мне здесь беременные не нужны. Дети это, конечно, прекрасно. Но вот от беременных одни проблемы. Особенно на такой работе. Тебе, между прочим, на место такой вот овуляшки взяли. Тоже говорила, что не собирается. Но как живот на нос полез, тут же её и уволили. Да, знаю, незаконно. Но у меня тут свой закон. Суровый бизнес». «Нет, я не собираюсь, честное слово», испуганно сказала Катя. «Очень ей хотелось работать в этом ресторане. Не очень большом, но с хорошей клиентурой и зарплатой. Во всех других местах предлагали куда меньше, а требований гораздо больше. А тут что? Просто не уходить в декретный?» Да она и правда не собиралась. Они с Пашей поговорили об этом. «Ну какие дети? Надо сперва о квартире подумать». Но вот получилось, как получилось. И что теперь делать? Единственный вариант – молчать». Её предшественница проходила же, пока незаметно стала. Значит, получится и у неё. И ведь получалось. Беременность была лёгкой. Мутила иногда от запахов еды. Иногда с усилием улыбалась придирчивым клиентам. К концу рабочего дня иногда уставало больше обычного. Ноги слегка отекали. Но всё было терпимо. Время шло. Приближался момент возвращения Паши. Катя получила направление на УЗИ. В тот день она отпросилась с работы на часок, соврав что-то. Её отпустили без разговоров. Ведь она никогда не отказывалась выйти в свой выходной, подменить кого-нибудь. Получив разрешение, Катя поспешила на остановку. Хоть её и отпустили, но вернуться надо было вовремя. С этим в ресторане было строго. Ей повезло. Автобуса не пришлось ждать долго. И даже свободное местечко было. Зато на следующей остановке людей набилось столько, что в салоне возникло толчья. А ещё через остановку вошла бабуля. Самая обычная, аккуратная, улыбчивая. К ней сразу протиснулась кондуктор. Немолодая, грубоватая тётка. «За билеты платим, не отворачиваемся». Привычно скомандовала она. Бабушка уже рылась в своей сумочке. Потом подняла растерянные глаза на кондуктора. «Ой, кошелька что-то не найду. Потеряла или дома забыла? Мне пара остановочек всего». «Начинается, потеряла. Совесть вы потеряли!» – и крикнула водителю. «Коля, останови, тут безбилетник». «Как вам не стыдно? Пожилой ведь человек!» – тихо упрекнула её Катя, которой стало жаль бабулю. «Я заплачу, а вы садитесь, тут места рядом со мной хватит». «Добренькие все!» – раздражённо пробурчала кондуктор, выдавая билет, а бабушка села рядом с Катей, благодарно ей улыбаясь. «Добрая ты, а не добренькая. За это и счастье тебе будет. Только не сразу. Дай руку, погадаю тебе». «Да ты не улыбайся, я ведь и правда гадалка. У нас по женской линии это всем передаётся. Иногда сама не рада, что вижу многое. Но у тебя и без гаданий видно. Всё хорошо будет. Только опасаться есть чего. Давай руку-то. Должна ж я за билет что-то тебе сделать». Девушка, воспринимая этот разговор как шутку, протянула ладонь. Скорее, тоже в шутку. Не верила она в эти гадания. Да и речь бабушки была, как у любой гадалки-шарлатанки. И про наследственный дар, про многое вижу и про всё хорошо, но опасаться надо того-то и того-то. Ну и ладно, пусть погадает. А бабуля склонилась над её ладошкой, вглядываясь внимательно. Потом же серьёзно сказала. «Ну что же, быть тебе многодетной мамой. Вот только не сразу счастливой, потому что узнаешь предательство. Близкий человек в помощи откажет. А получишь помощь там, где не ждёшь. И больше всего опасайся дома под красной крышей. Хотя люди, которые там живут, могут твоё счастье отнять, а могут и приблизить. Они отнять что-то хотят, но в результате, наоборот, одарят тебя. «Ну что ты улыбаешься? Не веришь?» «Верю, верю», — ответила Катя, хотя по её взгляду было видно, как она к этому всему относится. «И не верь. Но если что случится, то адрес мой запомни. К Лавдию Матвеевну спросишь. Мало ли что. Заходи. Помогу, верный путь подскажу. А сейчас мне и правда выходить пора. Ты езжай. Скоро радостную весть получишь». Бабушка начала пробиваться к выходу, а Катя слегка нахмурилась. Вроде и ничего плохого ей не сказали, но какое-то тревожное чувство вселили. Она мотнула головой, словно прогоняя неприятные мысли. «Хватит думать об этом. Бабушка развлекалась, а я готова всё всерьёз воспринимать. Такая ты и я, гадалка. Такое предсказание вообще любому человеку подойдёт. Скоро будет радостная весть, потом что-то отнимут, чем-то одарят. Я за этой самой вестью и еду. Нечего отвлекаться на ерунду». В кабинет врача она входила в ожидании большой радости. Собственно, ей было всё равно, мальчик у неё или девочка, главное, чтобы был здоровеньким. Но с чего бы ему быть больным? Уже готовясь к обследованию, она вдруг вспомнила ещё одно предсказание, данное когда-то матерью. Та ведь говорила, что у них все женщины тоже имеют наследственную особенность и часто рожают двойняшек. А вдруг у меня двойня? Это хорошо, конечно, но сложно ведь. О том, каково это, она прекрасно помнила, ведь помогала матери воспитывать брата и сестру. Но там ещё и старший братишка был. Нет, пожалуйста, пусть у меня сперва кто-то один родится, а уж в следующий раз пускай двойня. Однако того, что сказал ей врач, она действительно не ожидала. Беременность была многоплодной, да только рождение ждала не двойня, а сразу тройня. Это изумило Катю и, что понятно, напугало. «Поздравляю вас, редкий случай, сразу трое детишек, будете многодетной мамой. Другие годами этого добиваются. А у вас вот так получилось. Надеюсь, вы не расстраиваетесь?» – сказала молодая врач, видя, что Катя несколько ошарашена таким сообщением. «Нет, конечно», – с растерянной улыбкой ответила та. «Чему ж здесь расстраиваться? Я правда очень рада. Просто это очень неожиданно и сложно. Как же я буду управляться-то стройней?» «Вы замужем?» – посерьезнела врач. «Да, пока неофициально, но мы собираемся расписаться. Только муж много работает, а бабушек у нас нет. Но это ничего. В конце концов можно нанять няню», – успокоила врач. «Конечно можно. И няню, и гувернантку, и домработницу, и садовника были бы деньги. Тогда все бы кого-нибудь нанимали». «Ох, мама! Ох, бабка! Накаркали вы мне!» – выйдя из кабинета, думала Катя и тут же отдергивала себя. «Хватит уже, радоваться надо. Скоро Пашка приедет. Представляю, как он удивится такому известию. Надеюсь, это не будет для него неприятной новостью. Прямо сегодня скажу, если позвонит. Вот только живот-то у меня, наверное, быстрее, чем у всех на нас полезет. Все-таки там целых три человечка живут. Тот-то администратор наш разозлится, когда заметит, что я беременная». Направляясь обратно на работу, думала она. Немного огорчало Катю то, что переживать свалившееся на нее счастье приходилось в одиночку. Не с кем даже было поделиться. На работе вынуждена была все скрывать. Ведь если даже по большому секрету кому-то одному расскажешь, не стоит удивляться, что об этом моментально узнают и все остальные. И она раньше времени вылетит с работы. А каких-то задушевных подруг завести не успела. И Павел в этот вечер почему-то не позвонил. А сама тоже не стала. У них договоренность такая была. Звонить будет он. «Я же могу быть занят на работе, когда ты позвонишь. И не смогу ответить, а ты расстроишься. Ни к чему это. Лучше я буду звонить каждую свободную минуту», – говорил он. И она была с этим согласна. А кому еще рассказать? Маме позвонить? Но она уж точно не обрадуется. Катя представила, что сразу начнется. Ведь она же, по убеждению мамы, этого ребенка нагуляла, так как официально замужем не была. А тут еще выяснится, что не ребенка, а сразу троих? Нет. С мамой об этом тоже говорить не хотелось. Хоть прямо первому встречному прохожему рассказывай о том, что через каких-то полгода я буду многодетной мамой. Жалко, что пол всех детей сразу не рассмотрели. Врач сказала, что один точно мальчик, а вот про остальных пока непонятно. Ну, даже если и три мальчишки, ничего же страшного. Вот уж Пашка-то обрадуется. О том, как обрадуется Пашка, ей предстояло узнать довольно скоро. Через несколько дней муж все-таки позвонил. «Пашенька, я уже ждать замучилась, что ж ты не звонишь? Думала, ты так и приедешь без звонка. Жду тебя со дня на день. У меня такая новость». «У меня тоже новость». «Кать, я не вернусь со дня на день и вообще не вернусь». Как-то мрачновато, сказал он. «То есть? Что-то случилось? Ты заболел?» Испугалась Катя, даже забыв на минуту о своей новости. «Нет, Кать, все в порядке. Я здоров и даже, можно сказать, счастлив. Мне здесь работу предложили, очень выгодную. Ни на какие вахты теперь ездить не придется. И комнату служебную здесь дают, так что...» «Так что что? Мне к тебе надо ехать? Мы будем там жить? Ты же говорил, что места там не очень хорошие. Да ехать мне сейчас совсем не кстати». «Тебе не нужно никуда ехать. Нам придется расстаться. Извини. У меня начинается новая жизнь». «Ты что, шутишь? Какая жизнь? У нас обоих скоро будет новая жизнь. Я ведь беременна. Вот на УЗИ была. Мне сказали тройня. А ты говоришь, не вернешься и что нам придется расстаться? Но ведь это невозможно». «Что невозможно? Кать, какая беременность? Какая тройня? Что ты там выдумываешь? Шуточки у тебя тоже». «Если ты беременная, то давай, не тяни. Айди быстренько решай этот вопрос. Услышь меня наконец-то. Я не вернусь. Ты осталась одна. И если хочешь, оставайся с ребенком, с тройней, с семерней. Твои проблемы». «Как это мои? Ведь мы же были вместе. Это наши общие дети». Катя все еще думала, что это какая-то злая шутка. Неудачный розыгрыш. Ведь не может же Пашка вот так просто спокойно по телефону расстаться с ней. «Прекрати, пожалуйста. Наши, не наши, этого я знать не могу. Этого ты, наверное, и сама знать не можешь. Мы с тобой меньше года живем, а я за это время дома почти не был. И тут ты заявляешь о какой-то беременности и каких-то тройнях. Если у тебя будет ребенок, сама выясняю, откуда он взялся. Я очень сомневаюсь, что у меня было время и возможность сделать тебе сразу троих». «Паша, как ты можешь?» – изумленно бормотала Катя. «Никак. Нормально я могу. Ты мне скажи, ты способна сейчас нормально воспринимать информацию? Я собирался с тобой серьезно поговорить, а ты начинаешь какую-то ерунду выдумывать». «Слушай, что я тебе говорю. Я не вернусь. Я остаюсь здесь», – с нескрываемым раздражением говорил Павел. «Ну давай я приеду к тебе. Скажи адрес, я приеду. Паша, нам же надо поговорить», – уже в отчаянии умоляла Катя. «Не надо никуда приезжать. Не нужна ты здесь, понимаешь? И вообще мне не нужна. Так вот, деньги, которые мы накопили, остаются тебе. То есть жить ты сможешь нормально какое-то время. Ты взрослая женщина. У тебя есть работа, квартира. Ну, пускай съемная, но по крайней мере крыша над головой. Даже с ребенком можно там разместиться, если действительно у тебя будет какой-то там ребенок». «Трое детей, Паша. Мне сказали, что у меня тройня. У нас с тобой тройня. Неужели ты не хочешь даже посмотреть на них?» «Не хочу я ни на кого смотреть. Катя, прекрати, пожалуйста. Я уже устал с тобой разговаривать. Давай расстанемся друзьями и забудем все это». Катя сама прервала разговор. Положила телефон на стол, вышла на кухню. Она не могла даже плакать. Не было сил. «У меня будет трое детей. Пашка бросил. Я буду многодетной матерью-одиночкой». Билось в голове. Других мыслей не было. Как не было и представления о том, что делать дальше. Хотя, что делать – это, в общем-то, понятно. Жить. У нее трое малышей зреет в животе. Об этом надо думать, а не о том, куда там уехал Павел и что скажет начальство на работе. Ее, конечно же, уволят и, судя по всему, довольно скоро. Паша, разумеется, поступил благородно. Оставил ей деньги, квартиру. Деньги, правда, не все. Половина-то осталась на его карте. Квартира съемная. За нее нужно платить каждый месяц. И еще неизвестно, как хозяева отреагируют на то, что скоро здесь будет жить не два взрослых человека, а один плюс трое младенцев. А взрослый человек, мать этих младенцев, понятия не имеет, чем она будет платить за квартиру даже еще до их рождения. Ведь ее же уволят. Дальше было так, как и должно было быть. Живот начал расти. Скрывать это было уже невозможно. Администратор подошел и, неглядя на Катю, сказал. «Ты же предупреждала, милая. А ты что делаешь?» Так получилось. Только и смогла ответить она. «Ну тогда пиши заявление по собственному, потому что иначе вылетишь по статье». Написала и вылетела с трудовой книжкой и небольшим расчетом на руках. «Не расстраивайся, Катя». Пыталась подбодрить ее одной из подружек. «Конечно, можно было бы на этого крокодила в суд подать. Никакого права увольнять тебя он не имеет. Но вообще-то ты правильно сделала. С ним связываться только нервы зря трепать. Твой-то вернулся уже?» «Нет, он не вернется». Не стала скрывать Катя. Позвонил, сказал, что остается там. «Ну и ну. А ребенок?» «У меня трой не будет». Скрывать теперь было нечего. И хотелось хоть какого-то человеческого сочувствия. Очень тяжело было. «Да ты шутишь. И Пашка из-за этого решил не возвращаться. Ну и ситуация. Я бы тебе вот что посоветовала. Пока не родила, езжай туда к нему. Вот прямо так с животом и приезжай. И скажи. Вместе натворили? Вместе будем расплачиваться. И нечего тут. А то больно умный. Не вернется он». «Да что туда ехать? Там какой-то поселок заштатный, где ни больницы, ни врачей. Ничего нет. Здесь останусь. Некуда мне ехать. Я и адреса толком не знаю». Так и осталось Кате в городе ожидать рождения своих детей. Конечно, неплохо было бы устроиться временно хоть на какую-то работу. Неофициально, куда возьмут. Но куда бы ее взяли? Живот рос стремительно. Становилось все тяжелее. Она даже полы не могла бы мыть в соседнем магазине, где действительно требовалась уборщица. Единственное, что ей доступна – работа на дому. Но попробуй ее найди. Да и там тоже какая-то квалификация нужна. А ведь у Кати все образование – средняя школа да курс официанток. Больше она ничего не умеет. И учиться в теперешнем положении поздно. Деньги, правда, она тратила с умом. То есть берегла их. Понимая, что никаких пополнений ждать не от кого. Потом пришла квартирная хозяйка. Узнала о скором рождении малышей в своей квартире. Выразила недовольство. Но выгонять Катю не стала. А узнав обо всех ее затруднениях, даже наоборот, посочувствовала и постаралась помочь. Работу предложила. Шить одежду для кукол. Машинка у меня вон стоит. Она рабочая. Пользуйся. Работа несложная. Особого качества никто не спрашивает. Главное, чтобы аккуратно. Я тебе ткани или калу привезу. Потом приеду, заберу и деньги отдам. Копейки, конечно. Но хоть что-то. Там еще красить игрушки можно, но тебе краской дышать сейчас ни к чему. Так, несколько месяцев Катя сшила крошечную одежду и получала свои не менее крошечные деньги. Но за месяц до родов ее положили в больницу на сохранение. Хоть беременность была беспроблемная, но все-таки тройня. Это тоже понимать надо. До конца срока Катя не доходила. Конечно, близнецы частенько раньше срока появляются, а у нее аж тройня. Но родились все мальчики здоровенькими и довольно крупными для тройни, чему удивили весь персонал больницы. Рождение тройни – это всегда радость для родителей, да и для многих окружающих. Катю поздравляли, надарили всяких подарков и неплохих. Коляску для тройни, кроватки, приданные для малышей. Все это было подарено добрыми людьми, которые узнали о ней из прессы, ведь про нее даже в газете писали. Но ажиотаж быстро спал. Потом писали уже про других людей, у кого радость случалась, у кого беда и тоже требовалась помощь. Выписавшись из больницы, осталось опять один на один со своими проблемами. Да, рождение тройняшек – это счастье, но для одинокой мамы счастья все-таки было многовато, а вот денег всегда не хватает. Хотя жаловаться грех, наверное. От государства было пособие, да и материнский капитал, опять же. Но этого мало для содержания трех малышей и себя самой. Тяжеловато приходилось Кате. И детям еще полгода не исполнилось, как она начала задумываться о работе. Само собой ни о какой няне и речи не шло. Как и о том, что детей можно было устроить в ясли. Таких маленьких никто не брал. Ей советовали отдать их в дом малютке на какой-то срок, пока она не наладит свои дела. Не отказываться нет, а просто на время. Некоторые матери, оказавшись в трудной ситуации, так делают. Но Катя об этом и думать не могла. Как она останется без своих мальчишек? И тут она встретила старую приятельницу, которая сказала, что знает одну очень богатую пару, ищущую горничную. Вот бы тебе туда-то устроиться. Им нужна женщина с проживанием. А работы там у них не так уж и много. За порядком смотреть, ну может, что вымыть, протереть, не знаю. И платят они совсем неплохо. Все это замечательно, но у меня трое малышей, если ты забыла. Кому нужна горничная, которой нужно за своими детьми смотреть? Да они согласны и с детьми взять. Не знаю, не спрашивай, зачем им это надо, но говорят, что это не проблема. И дети при тебе будут, и ты при деле и при зарплате. По крайней мере, до трех лет дотянешь, а там свою команду в ясли. Сама найдешь другую работу, если захочешь. Хотя я советовал бы тебе там остаться. Нормальная работа, с оформлением. И говорю же, деньги хорошие. Ну, если все, как ты говоришь, я бы согласилась. Главное, они бы согласились. Как узнают про трех малышей, выгонят меня. Ну так ты сходи к ним и узнай. Я с мальчишками твоими пару часиков посижу, пока ты будешь ходить. Вот телефон. Запиши. Найти нетрудно. Это элитный поселок, так что позвони им сначала, чтобы тебя впустили. Ну а там, наверное, объяснят, как дойти. Так Катерина и сделала. Доехала, позвонила, объяснила, зачем пришла, и ей сказали, как дойти. Там сразу увидите большой дом с красной крышей. Услышав про красную крышу, Катя слегка вздрогнула. Вспомнились предсказания бабули, о которой не вспоминала, кажется, с тех самых пор, как видела ее в последний раз. А ведь до сих пор предсказания этой таинственной незнакомки сбывались. И многодетной мамой она стала, и предательство узнала. Но отступать было поздно. А подходя к дому, она успокоила себя, сказав, что крыша-то скорее не красная, а вишневая. То есть, опасаться нечего. Да и вообще, чего ей бояться? Скорее всего, просто не возьмут ее на работу. А значит, все будет нормально. Зря только съездила, ребятишек одних оставила. Никогда так надолго не уходила она от своих Гриши, Саши и Алеши. Как-то они там, с чужой теткой. Скорей бы побеседовать с хозяевами, выслушать их оскорбительный отказ и вернуться. Но встретившая ее женщина не собиралась ничем обижать молодую одинокую мать, пришедшую в поисках работы. Хозяйка, представившаяся Тамарой Константиновной, была не очень молодой. Лет сорока, но красивой и ухоженной. Сразу видно, что женщина богатая. А вела себя совсем невысокомерно. Была приветливой, вежливой. Узнав о том, что у соискательницы на роль горничные трое детей, она доброжелательно расспрашивала об их возрасте, как зовут, что умеют, не болеют ли. «Я понимаю, что вам такие работницы, наверное, не нужны», — сказала Катя. «Просто мне подруга подсказала». «И правильно она вам сказала. Меня вовсе не пугает то, что у вас дети. Времени на то, чтобы заниматься ими, я думаю, у вас хватит. Выделю хорошую комнатку, где вы сможете с ними прекрасно жить. А пока вы будете заняты на работе, за малышами сможет присматривать другая горничная. Вероятно, вам странно то, что я согласна вас взять, но так я объясню. У нас есть уже одна помощница, но она уже не молода. Еще при моих родителях работала. То есть ей уже за 60. Давно могла быть на пенсии, но она не хочет на покой. Очень просит, чтобы ее оставили работать. Но я и не могу отказать ей. Тем более, что она в целом неплохо справляется, да и не горничная уже, а как член семьи. Но возраст. К тому же, нам нужна девушка молодая и симпатичная, вот как вы. Чтобы подавала нам во время приемов, которые муж иногда устраивает. Ну и вообще, все-таки взгляд молодой, незамыленной, не пропустите грязь. А дети? Они никому не помешают. Понимаете, своих у меня нет и никогда не было, а в доме должны быть дети. Хотя бы не свои и не долго, иначе это не дом, а сарай, ну или музей. С улыбкой сказала Тамара Константиновна. Потом хозяйка предложила посмотреть на комнату, где они будут жить с детьми. То есть, это были две смежные комнаты. Светлые, удобные и вполне просторные. Мы, когда с мужем дом этот строили, задумывали ее как детскую. Думали, что в одной будут детки, в другой няня, но, как видите, не судьба. А раз так, то пусть она все же будет детской. Думаю, вашим мальчикам там очень понравится. Катя искренне заверила Тамару Константиновну в том, что ее малыши будут в полном восторге. Это на самом деле было так. Она и сама была поражена размером комнат, обстановкой, видом из окна. Потом хозяйка представила ее пожилой горничной, весьма осанистой, важной даме, которую уж никак нельзя было назвать старухой. Вот, Любовь Ивановна, это Катя. Она поступает в твое полное распоряжение. Покажешь ей все и объяснишь обязанности. А ты, Катенька, слушайся, Любовь Ивановну. Она настоящая душа нашего дома. Замену мне готовишь? Слегка нахмурилась Любовь Ивановна. Ну как можно заменить душу? Засмеялась очень добрым смехом хозяйка. И Кате даже показалось, что она слегка побаивается Любовь Ивановну. И сама слегка оробела. Оказалось, зря. Пожилая горничная, видимо, просто опасалась конкуренции. А вообще, оказалась женщиной доброй, к тому же, любящей детей. Узнав, что на днях Катя переезжает в их дом с тремя малышами, она начала подготавливать комнату для них. И тоже расспрашивать о детях. Это хорошо, что ты с ними приезжаешь. Уж как мне хочется на маленьких хоть посмотреть. А уж повозиться с ними, так ничего другого и не надо. Своих-то не было. Да и откуда? С молоду по чужим домам работаю. Вот у Тамариных родителей осело. Но ей тогда уже лет десять было. Такая своенравная была. Думала, она замуж выйдет с ее детьми понянчусь. А и у нее не вышло. Хоть вот на твоих полюбуемся. Катя. Немного странным это показалось, Катя. Что это все строят планы на ее детей? Ее ведь на работу взяли. А оказывается, что ей делать почти ничего не надо. Да еще и с ее малышами кто-то будет нянчиться. С хозяином, Михаилом Андреевичем, она познакомилась только уже переехав в его дом. Он тоже оказался приветливым и добрым человеком. С удовольствием познакомился с мальчишками, а Кате пожелал удачи на новой должности. Работы ее и правда никто не волить не собирался. У хозяев, помимо двух горничных, были и водители, дворник и повар. Даже генеральной уборкой специально вызывали каких-то людей. Ей же оставалось только пыль смахивать, постели стелить, мыть посуду. Вот, кажется, и все. Порой ей казалось, что если Любовь Ивановна дает ей какое-то задание, то только за тем, чтобы самой посидеть с малышами. А деньги и правда предложили немалые. Интересно, зачем ей вообще понадобилось? Думала она порой. Но не спрашивать же. Ведь все хорошо. Ей живется лучше, чем когда бы то ни было. Да, иногда удивляло отношение всех домашних к ее детям. То есть отношение-то было хорошим, но не слишком ли? Будто это уже не ее сыновья, а хозяйские. А она так, прислуга, даже не нянька. Ну и не уходить же ей из дома, где все так хорошо. Да и вообще, в чем проблема? Хозяева и Любовь Ивановна просто добрые люди. Любят детей, ведь своих-то не было. Они же с самого начала так и сказали. Ей бы поблагодарить, а она вроде как обижается. К самой Кате хозяева тоже относились хорошо. Настолько, что когда у них был какой-то семейный праздник, ее пригласили за стол. Не в качестве горничной, а как гостью. Да не суетись, Кать. Сядь, отдохни с нами. Ты же умная. Понимаешь, наверное, что мы не такие люди, которые из себя господ строят. Так что и ты можешь не строить. Держись свободно и легко, как со своими. Ты вот у нас сколько? Месяц всего работаешь. А уже своей стала. И сама, и детишки твои. У нас ведь с Тамарой сегодня дата знаменательная. Именно в этот день мы познакомились. Всегда это событие отмечаем. Потому что оно стало переломным для нашей жизни. Неловко ей было. Но как отказать? Катя пробормотала какое-то поздравление, присела на приготовленное для нее место. Хозяин разлил шампанское по бокалам, сказал тост. И ей пришлось вместе со всеми тоже поднять свой бокал. Проблема была в том, что Катя не пила. Да, была тем человеком, который никогда не пил даже шампанское. Если она и участвовала в каких-то застольях, то только прикасалась губами к тому, что было налито. Ее мутило от запахов алкоголя и даже шампанского. Дома у них никто не пил. И потом она как-то всегда попадала в такие компании, где пьющих людей особо не было. Даже работая в ресторане, она с трудом сдерживала желание сморщиться, если приходилось разливать спиртное. В этот раз она поступила так же, как и всегда. Подняла бокал, сделала вид, что пригубила и поставила на место. «Ну, так не годится», — шутливо надув губы сказала хозяйка. «Это же за меня пьют. А ты почему не хочешь? Не желаешь мне счастья и здоровья?» «Желаю, конечно, очень искренне. Только я не пью», — извиняющимся тоном произнесла Катя. «Так никто тебя пить-то и не заставляет. Это же шампанское», — сказала Любовь Ивановна. «И не пьянство это никакое. От глотка шампанского ничего не будет. И от бокала тоже. Шампанское очень хорошее. Даже я, человек, уже в возрасте и то не отказываюсь. Хотя в моих годах это уже и ни к чему особо. Но и обижать людей не следует». «Мы, конечно, не обидимся, но запомним», — широко улыбаясь, погрозил пальцем хозяин. «За мою супругу до дна хотя бы один бокал». Катя выпила бокал. И в голове у нее сразу зашумело. Стало весело, легко. И она даже подумала. «Может, зря я раньше всегда отказывалась? Совсем оно не противно, это шампанское». Потом был тост за хозяина, за счастливую семью, пожелание дожить до золотой свадьбы и еще какие-то тосты. Шампанское все подливали. Катя уже не думала о том, что она не пьет, что это вообще вредно, ей было весело. Она даже забыла, что находится в компании людей, которые наняли ее на работу. То есть она, строго говоря, на рабочем месте. Какая там работа. Она была счастлива в этот момент. Считала себя действительно членом семьи. Готова была целовать и обнимать всех, правда, стеснялась это делать. Но вела себя куда более раскованно, чем обычно. А теперь танцы. Но какой же праздник без танцев? Кричала Тамара Константиновна. Звучала веселая музыка и Катя танцевала. Из кавалеров был только Михаил Андреевич, а с ним танцевать все-таки было неудобно. И Катя пустилась в пляс одна. Ее хвалили, ей аплодировали. Любовь Ивановна поцеловала в щеку, а Тамара Константиновна сказала, что Катеньке всегда нужно быть такой веселой. Проснулась она в своей комнате. С больной головой, одетая и даже обутая, но в одну туфлю. Вторая валялась рядом. О боже, что это было вчера? Это я такая пьяная была? Не наговорила ли чего лишнего? Не сделали ли что-нибудь такое, за что будет сегодня стыдно? Испуганно думала она. Ей даже выходить из комнаты не хотелось. Но в соседней спали малыши. И делали это как-то очень тихо. Катя все-таки поднялась, заглянула в детскую. Но там никого не было. Наверное, их кто-то вынес, чтобы не видели пьяную маму. И это, конечно, хорошо, но где же они? С кем? С Любовью Ивановной, наверное. Тут вошла и сама старшая горничная. Ну что, проснулась, трезвенец ты наша? Слегка ворчливо, но совсем не зло, сказала она. Хватит валяться, вставай. В порядок себя приводи, да за работу поробраться. А дети? Робко спросила Катя. Порядки, твои дети. У меня они спали. Не дышать жим твоим перегаром. Что же это было вчера? Я ведь не хотела. Чуть не плача, сказала Катя. Да ничего не было. Посидели, выпили, повеселились. Ничего страшного. Умойся, переоденься, да пойдем. Но страшное, как оказывается, было. Катю и все ее вчерашние выходки хозяева сняли на камеру и отправили это видео в опекунский совет с комментарием, который полностью уничтожал Катю как мать. С их слов выходило, что они, люди добрые и сострадательные, узнали о ее трудном положении. Родила тройню, а у самой ни мужа, ни денег, ни квартиры. И взяли они ее якобы на работу. Но на самом деле дали ей жилье, платили неплохие деньги практически ни за что, помогали ухаживать за детьми. А она с самого начала стала вести себя безобразно. Дети брошены. Мать в любой момент может уйти из дома, никого не предупредив и не объяснив, где она была. А со временем обнаглела настолько, что стала устраивать пьяные вечеринки прямо в доме, где должна была по идее работать. Малыши в это время брошены. И если бы не добрые люди, хозяева, то неизвестно к чему бы это привело. Они не желают молодой женщине зла, но и терпеть такое больше не собираются. Ее из дома они хотят удалить, а детей усыновить, так как оставлять их с такой матерью просто опасно. Все это выглядело очень достоверно. К тому же, хозяева были людьми известными. Поверили в первую очередь Тима, а не Кате. Собственно, ее никто и слушать не стал. Супруги Сверидовы, предавшие огласки этот вопиющий случай, подключили все свои связи и деньги. И вскоре Катя была лишена родительских прав, а они получили право опеки над тремя малолетними детьми. Сверидовы ликовали. Их мечта сбылась, а мечтали они о троих детях-близнецах с тех самых пор, как поняли, что из-за болезни Михаила Андреевича своих малышей у них никогда не будет. Тамара Константиновна не очень расстроилась, когда узнала о такой особенности мужа. Она и сама не очень-то хотела детей. А вот Михаил мечтал, чтобы у них были наследники, и не один, а не меньше, чем трое. Тамара любила мужа и не думала о том, чтобы уйти от него или родить от какого-то другого мужчины. И даже об ЭКО не грезила. Да и муж ей сам сказал, что не хочет, чтобы она рожала не его детей, пусть даже от неизвестного донора. «Если уж ребенок будет чужим по крови, то пусть он будет чужим нам обоим», — заявил он, когда жена сказала, что может быть попробовать такой способ. «Усыновим ребенка. То есть сразу несколько». «Но что же это будет за семья, где все будут друг другу не родственники, и мы детям, и они друг другу», — удивилась Тамара. «А они как раз не будут чужими. Мы усыновим братьев или сестер. Ведь бывает же такое, что люди отказываются от нескольких детей. Ну или, допустим, родители умирают, и все остаются сиротами». Но, увы, его самоуверенность быстро начала угасать, когда стало понятно, что найти тройню младенцев для усыновления практически нереально. У кого бы он ни спрашивал, у людей, работавших в родильных домах, в домах малютки, все говорили, что на их памяти такого не было. «Тройни очень редко рождаются. А такого, чтобы отказались. Да нет, не слышали о таком», — твердили все в один голос. Случается такое, что многоплодная беременность наступает у срогатных матерей, которым подсаживают чужие яйцеклетки. Но это тоже очень редко. И угадать, когда это возникнет, практически невозможно. Супруги хотели было уже усыновить двойню, а третьего ребенка того же возраста взять от другой матери. Но это было не совсем их мечта, а подтасовка действительности, с чем они пока не могли согласиться. И тут они узнали о некой Екатерине, которая недавно родила тройню. Ведь они писали в газетах. Она не собиралась отказываться от детей. Воспитывала и любила, но ведь она идеальный кандидат на лишение прав материнства. Нет квартиры, не замужем, никакого постоянного дохода. А стало быть и никаких шансов воспитать детей. Уговаривать ее отказаться от родных сыновей бесполезно, но можно же как-то повлиять на ситуацию. Конечно, пришлось подкупить некоторых людей, и Кате порекомендовали место горничной в богатом доме. Ну а дальше все было очень просто. После того импровизированного праздника прошло совсем немного времени, а Катя уже была лишена материнских прав. Хозяева указали ей на дверь. «Твои дети пока останутся здесь, но ты должна о них забыть, ты им больше не мать», сказала Тамара Константиновна. Слезы ее не трогали. Слишком ярким был восторг от того, насколько просто им все удалось. Конечно, существовала опасность, что Катя будет появляться в их жизни, пытаясь, если не вернуть детей, то хотя бы увидеться с ними. И потому супруги вскоре решили переехать в другое место, сдав дом в аренду. Сама же Катя, поняв, что она потеряла малышей, была в полном отчаянии. Ей никто и нигде не мог помочь, да и, похоже, не хотел. Для всех она была пьющей, гулящей матерью-кукушкой, которой нельзя доверить не то, что детей. Ее и от взрослых лучше держать подальше. Что делать дальше, она не знала. У нее остались кое-какие деньги, то есть она могла бы снять квартиру, потом устроиться на работу и как-то жить. Но вот именно жить ей не хотелось. Как она могла быть такой неосмотрительной? И вот, как-то раз бредя по городу без особой цели, она внезапно вспомнила предсказание бабули из автобуса. Вот как раз на этой улице она где-то и вышла. И ведь адрес свой оставляла. Найти бы ее сейчас. Спросить. Наверняка она опять что-то скажет. Хотя бы направление, где искать помощь, даст. Она пораженно остановилась, пытаясь вспомнить номер дома и квартиры, который назвала ей эта добрая женщина. Даже имя ее вспомнила. Клавдия Матвеевна. А вспомнив имя, вспомнила и все остальное. И решительно направилась искать нужный дом. В квартиру позвонила без робости. Ведь хозяйка сама приглашала ее. Но дверь открыла не бабушка, а вполне себе молодой еще человек. Но чтобы разговаривать с ним, Кате пришлось опустить глаза. Он сидел в инвалидном кресле. Я к Клавдии Матвеевне, сказала Катя. Уверенность ее немножко растаяла. А молодой человек разбил ее в пух и прах. Опоздали вы, девушка. Умерла моя бабуля. Скоро полгода как. И тут Катя почувствовала, что ноги ее не держат. Значит, не стало последнего человека на совет или хотя бы сочувствие, которого она могла надеяться. Теперь ей не с кем даже поделиться своей бедой. Она привалилась плечом к дверному косяку, потому что боялась упасть. Ну что вы, что вы. Встревожился молодой мужчина. Может вам водички? Вы прямо побледнели все. Заходите. Пригласил он ее в квартиру. Катя вошла, мечтая только о том, чтобы куда-нибудь присесть и отдышаться. Хотя не меньше этого она хотела побыть в одиночестве. Не будет же она плакать при человеке, у которого, судя по всему, своих бед хватает. Вы, я так понимаю, погадать хотели? Несчастная любовь? Увы, я не женщина и мне этот дар не передался. Едва ли я смогу вам помочь. Но, уверяю вас, убиваться так в молодом возрасте не стоит. Все еще будет в вашей жизни. И тут Катя не выдержала. Бурно разрыдалась. Вместо ожидаемой помощи она слышит избитые слова, которые говорят, наверное, всем несчастным женщинам в любой ситуации. Ты молодая, все еще будет. А что у нее будет? И она, захлебываясь слезами, обливаясь поданной ей водой, начала рассказывать о том, что ничего в ее жизни больше не будет. Она потеряла самое дорогое и потеряла, судя по всему, безвозвратно. Молодой человек, внимательно слушая ее, приготовил какие-то успокоительные капли, дал ей выпить и сказал. Это ужасно то, что вы рассказываете. Я, знаете ли, юрист, не удивляйтесь, несколько лет назад попал под машину, но до этого успел получить образование и сейчас работаю удаленно. У меня, хоть и немного, но есть знакомый в этих кругах. Может быть, сможем вам как-то помочь? Ведь это же бесчеловечно отнимать у матери детей. Катя немного успокоилась, но не особо поверила словам молодого человека, который назвался Валентином. Чем он может помочь? У людей, которые отняли ее детей, слишком много денег. А что у нее или у него? Даже если учесть, что он знает законы, у него есть какие-то друзья, которые тоже их знают. Она была благодарна хотя бы за сочувствие, которое не могла получить ни у кого. Что она может сделать в такой ситуации? Разве что попытаться как-то устроить свою жизнь, найти жилье, работу, помогать другим людям, которым может быть хуже, чем ей. Вот хотя бы этому Валентину, который держится молодцом и даже где-то работает, хотя лишен возможности ходить. У нее, по крайней мере, руки и ноги на месте. Она молода, здорова и, возможно, сама как-нибудь сумеет вернуть детей. Но сможет она это только в том случае, если не опустит окончательно рук. Умывшись холодной водой, Катя поблагодарила за сочувствие и сказала, что не будет больше плакать. Смогла она и обрисовать ему как-то свои дальнейшие планы. «Если вам жить негде, можете у меня снять комнату. У меня их три, а я один». Увидев, что Катя, возможно, не совсем поняла его, он торопливо добавил. «Вы не подумайте чего-нибудь дурного, я дорого не возьму. Просто мне, сами понимаете, деньги не помешают. Хотя бы за ту же самую квартиру коммуналку платить. Я подрабатываю, но это всего лишь разовые заказы, а не постоянная работа в офисе». И Катя согласилась. «В самом деле, где уж ей искать квартиру, если даже сегодня ночевать будет негде? А Валентину она сможет не только платить, но и чем-то помогать по дому. К тому же, и при устройстве на работу, то, что у нее есть постоянное место жительства, будет плюсом. Вскоре она устроилась в неплохой ресторан, стала работать, получать зарплату. А затем наладилась и личная жизнь. Они с Валентином стали парой». После того, как Катя поняла, что ждет от него ребенка, они зарегистрировали брак. Свадьбы как таковой не было. Какое уж тут торжество, если жених на инвалидном кресле. Но не это для них было главным. Главное, что они были счастливы и любили друг друга. Вскоре родился мальчишка. Но и попытки вернуть первых детей Екатерины они не прекращали. Правда, результата это не приносило. Ведь даже следы семьи Свиридовых затерялись. Никто не знал, куда они переехали из своего дома под красной крышей. Шли годы. И вот уже Витя, сын Валентины и Кати, пошел в школу. Как-то раз он вернулся с занятий не один, а с друзьями. Катя в это время была на работе, и мальчик представил их отцу. «Вот, пап, это Гриша, Саша и Алеша. Они братья. Можно они побудут пока у нас?» Потом уже наедине рассказал подробнее. «Пап, а можно они у нас поживут немножечко? Им пока негде жить. Они на поездах ездят. Из детского дома сбежали. А их папа и мама умерли». Валентин был не против. Тем более, что в его душе сразу зародились смутные подозрения. А когда пришла Катя, стоило ей только взглянуть на мальчиков, как она поняла, с кем подружился ее сын. Ведь это были ее дети. Но как так случилось, что их приемные родители погибли? Да и погибли ли? Или, наигравшись, решили отказаться от детей? Хотя, сейчас это было для нее неважно. Главное доказать, что это ее сыновья. И оставить их у себя на законных основаниях. Сделанный тест ДНК показал, что да, это ее мальчики. И они с мужем смогли оформить опеку и оставить их у себя. А потом выяснилось, что приемные родители действительно погибли. Но при весьма странных обстоятельствах, в которых почему-то никто не стал разбираться. Валентина очень затронула эта история. И далеко не только потому, что она касалась его жены и детей, которых он уже считал своими. Странно там было все. С какой стороны ни посмотри. Разумеется, авария на дороге – это не такая уж и редкость. Случиться она может с любым человеком, и, допустим, ничего криминального там нет. Но вот то, что после этого каким-то образом исчез бизнес, было уже не то, что странно, а крайне тревожно. Явно было что-то нечисто. А раз так, нужно разобраться. Не должно быть такого, что люди погибли, дети отданы в детский дом, а имущество и деньги достались совсем посторонним людям. И дела до этого никому нет. Да и не погибают просто так богачи, отдав все, что у них есть, неизвестно кому. Валентин понимал. «Главным в успехе расследования этого дела должна стать огласка. Им должно заняться как можно больше народу. Тогда злоумышленникам не удастся скрыть свои злодеяния». И он стал обращаться ко всем знакомым – следователям, адвокатам, прокурорам, а их у него уже накопилось немало. Кроме них, к делу были привлечены журналисты. И вскоре дело получило широкий резонанс. Благодаря этому и выяснилось, что виновные смерти супруги Свиридовых – их конкуренты. «После таких дел», – с возмущением говорил Валентину его приятель-следователь, который взялся за расследование этого преступления. «Начинаешь ненавидеть своих же коллег, тех, которые с самого начала занимались этим. Их самих под суд надо отдать. Возможно, за халатность, а скорее всего, за взятку. Там и выяснять-то ничего особо не нужно было». «Так, значит, конкуренты?» – понимающий кивнул Валентин. «Я так и знал». Да в том-то и дело, что никто ничего заподозрить не мог. Ведь они были не просто конкуренты, а друзья и друзья из близких. Главный зачинщик крестным отцом одного из мальчишек был. Звой человек в доме, ну и, соответственно, в гараже. Ему труда не составило подстроить аварию. Подозрений он не вызывал, ведь так горевал по своему другу и его жене. Правда, крестника своего и не подумал под опеку взять или усыновить. У него спросили потом, почему, мол. Но он назвал причину вполне уважительную. Братьев, а тем более близнецов, разлучать нельзя. Всех троих он взять не мог, потому что своих двое. Да и жена, мол, против была. Но то, что он их даже в детдоме ни разу не навестил. Вот это уже должно было вызвать подозрения. А тем более, что он и о наследстве детей не позаботился. То есть позаботился, но так, что ему все досталось. И почему это никого не заинтересовало до тех пор, пока ты Бучу не поднял? Так что теперь уголовное дело опять открыто. Это хорошо. Обнадеживает. Но не он же один виноват. Понятно, что не один. И отвечать тоже всем придется, кто в этой цепочке задействован. А таковых немало. Я вот тебя спросить хотел. Теперь же вы опекунами детей с женой стали? Да, все документы оформили. Молодцы. Теперь вы можете вступить в права наследства и забрать обратно все, что было у детей отнято. И не мотай, пожалуйста, головой. Я понимаю, боишься, что теперь на тебя будут думать, что ты ради денег все это затеял. Но какая разница, кто и на кого что будет думать? Ты о детях подумай. Они же должны получить то, что им причитается. Так что давай, начинай теперь за это бороться. Убийцы свое получат. Ну а ребят нельзя оставлять без наследства. Вы вполне можете и на дом претендовать, ну и на все остальное. Когда Валентин рассказал все это жене, она поначалу тоже начала отказываться. Не хотелось ей иметь отношение к деньгам тех, кто так жестоко поступил с ней, отняв у нее трех крох. Но Валентин переубедил ее, сказал, что принять наследство надо. Если она не хочет жить в доме погибших, то это понятно и правильно. Он тоже не собирается переезжать в этот дворец, слишком вычурный и из-за этого неудобный. Но ведь его можно продать, купить гораздо более приемлемое жилище. В конце концов, у них теперь четверо детей и они не могут жить на головах друг у друга. От этого предложения Катя отказываться не стала. Она поняла, муж прав. И жилье им теперь необходимо более просторное, да и деньги тоже. В первую очередь на операцию Валентину. Очень хотела Катя, чтобы ее любимый встал на ноги. Так они и поступили. Получив права наследования, продали и дом, и бизнес Сверидовых, который был совершенно им не нужен. А вот деньги. Катя не теряла надежду и вселяла ее в Валентина, убеждая его, что когда-нибудь он обязательно встанет на ноги. И врачи говорили, что это вполне возможно. Вот только денег на операцию раньше у них не было. После того, как все было получено, Валентин отправился в хорошую клинику, где врачи гарантировали благополучный исход. Они не обманули. Не прошло и года, как он почти полностью восстановился. То есть он, конечно, не стал прежним и ходил еще с трудом, опираясь на тросточку, но все же ходил. Супруги купили другой дом, может, не такой шикарный, но вполне подходящий для жизни их большой семьи. Дом находился в хорошем месте. Рядом была и приличная школа, и поликлиника. А оставшиеся от операции и покупки дома деньги сначала решено было не трогать. Но вскоре планы изменились. Валентин задумался о том, что теперь, когда он все-таки стал более-менее мобильным человеком, он вполне может открыть свою юридическую фирму. Да, это дело непростое, требующее немалых вложений, но все же оно, во-первых, окупится, а во-вторых, он и сам хотел заниматься чем-то настоящим, тем, что сможет в результате передать своим детям, тем, чем сможет гордиться. Против этого трудно было возразить, тем более, что Валентин уже обрел свое имя в определенных кругах. О нем говорили как о человеке принципиальном и способном во всем добиваться результата. Благодаря этому фирма, едва открывшись, уже начала пользоваться популярностью. Помимо этого, Валентин еще оказывал не только платные услуги, но и безвозмездно помогал малоимущим, попавшим в трудные жизненные ситуации. Но куда больше, чем успехи в делах, Валентина радовала то, что Катя сообщила ему о предстоящем расширении семейства. Она сказала, что беременна, и первое же УЗИ показало, что их пятым ребенком будет долгожданная девочка. Спасибо, что досмотрели историю до конца. Если вам понравился рассказ, просьба поддержать меня кнопкой палец вверх. Для меня это очень важно. Всего доброго!